друзья добрый день с вами сегодня канал in dubai меня зовут азат надыров и сегодня мы продолжаем снимать видео о людях которые ведут успешный бизнес в эмиратах и сейчас мы пойдем в гости герману гутерову эта компания стрейт групп компания стрейт групп крупнейший в мире частный производитель бронированной техники стрейт групп производит бронированные автомобили для гражданских и армейских нужд здравствуйте меня зовут герман гутеров я являюсь владельцем компании стрейт групп стрейт групп была основана девяносто втором году в канаде город торонто настоящее время компания составляет 11 заводов и 25 офисов основная деятельность компании это производство бронированной техники гражданского военного назначения нас порядка тысячи больше тысячи человек работает в районе двух миллионов скверфитов построенных зданий в прошлом году мы произвели 1100 машин в этом году порядка двух тысяч машин годовой оборот 160 миллионов долларов прошлом году и порядка двухсот в этом году началось строительство автомобилей с маленького помещения 200 квадратных метров капитал был очень маленький порядке 40 60 тысяч в основном кредитной карточки первая машина была куплена строилась три месяца бронированная машина строилась мной моим партнером рабочих больше не было то есть я был заниматься сваркой нарезкой металла он занимался электричеством и так далее практически первый год мы работали только вдвоем только на второй год не появился у нас первый сотрудник но и через пять лет я вышел из цеха больше не работал в цеху хотя даже сейчас все равно субботу езжу в развихаемую переодеваюсь из костюмов в шорты и работаю вместе с ребятами уже не в качестве сварщика уже в качестве планирования производства участвую естественно в дизайне всех автомобилей хобби очень нравится заниматься этим вот это было очень тяжелое время в канаде пришлось положить заложить свой дом чтобы получить какую-то кредитную линию которая очень трудно получается причем для русского эмигранта в канаде заниматься бронированными машинами после громадного количества кинофильмов про русскую мафию было очень тяжело когда заходишь в банк и говоришь чем ты занимаешься строй бронированной машины банк не был в восторге и они меня спрашивали сколько будет стоить переделать из бронированной в нормальную машину вот у нас первый банкир был довольно таки хороший бизнесмен помог нам в получении первого кредита он почти что каждый день приходил там на завод смотрел в какой стадии эта машина вообще сможем ли мы ее собрать или может быть мы никогда не сможем ее собрать это было абсолютно абсурдное в его понимании занятие вставлять куски металла специального с толстыми стеклами в машину и каким-то образом мудриться продать это было что-то нереально были очень серьезные физические и моральные нагрузки естественно в первые годы канаде первые три года если бизнес продержался то уже в общем то более-менее считается установлены пять лет это уже нормальный бизнес первые три года было очень тяжело естественно мы еще к тому же переехали это было совершенно удивительно и как бы сказать банкам неправильное решение для нас мы переехали с двух тысяч двухсот метров переехали в тысячу двести то есть увеличились шесть раз для банка это было просто безумие никто не увеличивает своей производственной площади шесть раз такого не бывает физически вот бывает ну в два раза в три но не шесть раз и тут же буквально в двухтысячном году мы переехали в тридцать пять три тысячи три с половиной тысячи метров здание это увеличилось еще в три раза вот эти моменты конечно очень тяжелые все равно для производства то есть не хватает денег конечно имеем какие-то кредиты но все равно в основном идет самостоятельная финансинг первые клиенты были это наши рост инкассации то есть в общем-то где-то около года мы не могли выйти на североамериканский рынок но в общем-то по тем же самым причинам иммигрант русский делает бронированные машины это все таки в основном машины для перевозки денег нужно войти в доверие чтобы люди стали покупать вот эти машины где-то через год мы продали первую машину это был наш первый как бы референс поинт то есть мы могли ссылаться на этого человека что вот у нас купил машина ездить все нормально он доволен было тяжело тяжело выйти на североамериканский рынок поэтому экспорт нам помог на первом этапе второй третий год мы сделали большие усилия чтобы вытеснить и втиснуться в местных производителей и стать начать продавать машины на американском рынке с североамериканских континентов когда мы приехали на в арабские эмираты бизнес стал более international то есть отсюда у нас появились связи с африкой азией европа и так далее в канаду все таки довольно-таки ограниченный рынок для северной америки рынок сокращается по бронированным машинам инкассаторским то что наличных денег меньше меньше в обороте появляются карточки все больше если вы не переехали арабские эмираты я не думаю что мы так хорошо развились из канады все-таки визовая политика очень тяжелая пригласить клиента в канаду занимает довольно таки длительный процесс и наши клиенты все из стран которые или находятся в военной военной деятельности или или только вышли или и входят поэтому они не совсем welcome в канаду что в эмиратах практически за один день решается вопрос гостевой визы в 2000 году мы стали официальным как бы разрешенным производителем форда с началом военных действий в ираке между америка и раком мы стали экспортировать очень много машин на медалест и форт пригласил нас в 2004 году в арабские эмираты с целью посмотреть на открытие сборочного цеха разве хима была единственным доступным место где можно было открыть компанию очень быстро никакой бюрократической машины нет разрешение получается очень быстро лицензия получается очень быстро разве хими мы появились 2004 октябре 2004 года задача была очень простая я подписал контракт с правительством америки и ирака на постройку 100 автомобилей тойота лайн грузер бронированных время на постройку выделялось четыре месяца то есть за четыре месяца отправить машины в канаду построить их там и вернуть обратно невозможно было то есть выбора не было с правительством разговаривать очень сложно если не согласен то они отдают кому-то другому заказ поэтому в общем то выбора не было не продлить сроки заказов не увеличить стоимость чтобы послать самолетом поэтому если вариант было или отказаться от контракта или взять помещение очень быстро и открыть фабрику здесь значит объехал я все 12 по-моему свободных зон ну единственное где мне пошли навстречу это было разве хима вот менеджмент разве хима что-то вошел в мою ситуацию ситуация была очень простая мне нужна была лицензия в течение двух-трех недель открытия естественно получить вархаус готовый в котором я бы мог работать в октябре если я не ошибаюсь по 26 октября в этом районе я появился в разве химии стал разговаривать по поводу помещения начале ноября получили лицензию получили помещение и начали работать в общем-то где-то середине ноября концу декабря мы построили первые 30 машин собрали 31 30 машин феврале еще 30 марте еще 30 и таким образом практически закрыли весь заказ с этого началось разве хима помещение было 1400 квадратных метров у нас на сегодняшний день у нас помещение 40 тысяч квадратных метров то есть по сравнению с первоначальным помещением увеличить 40 раз почему опять же разве химии ну разве химии большая мы считаемся большой компанией в общем-то государство помогает местное правительство помогать очень сильно вас в различных аспектах таможенные довольно таки очень хорошо с нами работает все остальные органы у нас из дубая компания также не только разве химии шаржи помещения где мы производим другого типа машины у нас всего три завода арабских эмиратах скажите в чем секрет именно такого что вы умудрились за четыре месяца с нуля да получается в эмиратах сделать первые 100 машин и сразу их отправить во первых у нас была база то есть насуществляли сборку здесь то есть пришел к конкретные называется из книги набор полный набор всех запчастей в общем то ничего покупать не надо все приходит уже нарезанная подготовленная то есть база была если бы не было базы конечно мы бы не построили за три месяца 4 месяца 100 машин мы взяли технологию из канады перенесли сюда упростили ее потому что еще раз объясняю здесь немножко другой уровень рабочей силы поэтому пришлось кое-что переделывать это еще в общем то 4 месяца это 120 дней 120 ночей поэтому это было 240 рабочих дней так что домой никто не уходил все жили практически на работе без выходных 7 дней в неделю так же как развлекаемые опять же уже когда компания уже установлена все нормально мы переехали в новое здание в котором мы находимся сейчас мы увеличили производство в 16 раз у нас как я сказал 25 офисов и представительств различных странах значит у нас рынки ну практически можно сказать интернешнл раньше был ирак афганистан в общем то на этом все и заканчивается но мы сделали вовремя сделали перераспределили наши селфорс и у нас практически сейчас за всеми странами закреплены различные наши представители медаллы конечно всегда будет нашим основным рынком африка азия ну в принципе даже в южную америку мы сейчас продаем то есть я бы сказал что просто интернационально россию единственное то есть кавказ в общем то были мы в россии на пробовали заняться инкассаторским бизнесом довольно таки маленький но военные темы сейчас мы занимаемся пробуем выйти на армию но россия небольшой для нас не очень много продаем россии открыть компанию в эмиратах и начать бизнеса довольно таки после того как поработаешь канаде это большая разница особенно мы открыли 2004 году были сложности языкового барьера были сложности с нашими поставщиками есть специфика работы специфика оформлении документов довольно таки разное производство между америка или канадой на медалле стену мы справились с этой задачей перестроили какие-то свои внутренние регуляции полосе и компания у нас один из самых больших заводов сейчас находится арабских эмиратов плюсы несколько плюсов существует ну первое для нас очень важно мы занимаемся военной техникой медаллист и африка в настоящее время это самые горячие точки арабские эмираты находятся на очень хорошем географическом положении легкое снабжение логистическое очень много различных кораблей и стим-лайн идут в африку и по всему видовыству также преимущество арабских эмиратов это большое количество автомобилей находящихся на складе поставщиков так как арабские эмираты является дистрибьютором практически тойота и всех остальных больших дилеров производителей по дилерам объем рабочей силы тоже сколько надо мы всегда получаем температурный вопрос конечно с одной стороны очень жарко зато большая экономия на отопление с канаде зима холода здесь этого нет законы в общем-то довольно таки простые нет налогов естественно это тоже большое подспорье принципе правительство ее и особенно разве именно помогает очень сильно в плане развития то есть возможности здесь гораздо больше чем допустим в канаде если уже люди открыли компанию эмиратах надо просто попробовать привести на международный уровень все равно компании много очень которые довольно таки местного значения и качества и организация внутри компании не позволяет развиться компаниям большей степени но вообще как правило вот должно быть три вопроса три решения должны быть сделаны в жизни перед тем как открыть бизнес ну кроме того что это сделать маркетинг и все остальное надо для себя поставить четко фотографии четкие ответы получить от себя первое сколько ты хочешь заработать денег жизни сколько ты хочешь своего времени потратить ну и вообще интересно тебе это или нет то есть если три вещи совпадают то все будет нормально если какая-то из этих вещей не получается то лучше бизнес если начинать и лучше идти работать на кого-то владелец приходит первый выходит последний ну и соответственно сейчас нас приезжают две три четыре делегации в день соответственно каждый день ужины встречи путешествия сделал 96 полетов в прошлом году то есть каждые три дня полет это серьезная довольно таки нагрузка много листыми делаем многоů поэтому кому-то нравится маленький бизнес кому-то нравится большой бизнес Ну тут уже как каждому решать свое маленький бизнес маленькие проблемы большой бизнес большие проблемы То есть надо расти из компании надо изучать свой бизнес и свою индустрию надо ездить на различные конференции быть в центре событий, тогда, в общем-то, бизнес не может стоять на одном месте. Если бизнес стоит на одном месте, то он назад отступает, шаг назад. Это не только в UAE, это и во всех странах, во всех, как закон такой. Значит, он должен постоянно развиваться. В Эмиратах развитие бизнеса, вы знаете, выиграли экспорт 2020, ну, это будет большой скачет, большой подъем для арабских эмиратов. Это довольно-таки крупное событие, вовлечет, конечно, громадные строительные работы. Эмираты всегда строятся в курсе. Большие возможности будут даны людям, относящимся к этим индустриям. В принципе, Эмираты сейчас становятся довольно-таки перспективной страной. Те вот недочеты, которые раньше существовали в различных системах, начиная с таможня и заканчивая регистрацией автомобилей, все это компьютеризировано, в общем-то, выведено на международный стандарт. В общем-то, возможности для развития есть. Рынок здесь рабочий, силы неисполняемы. Налоговые зоны все еще нет, без налогов. Если кто-то хочет приехать и открыть что-то, еще есть возможность такая. Хотя, конечно, Арабские Эмираты становятся очень дорогими в плане жизни. Ну и уровень жизни поднялся. Эмираты сейчас в Дубай, Эмираты входят в первую десятку, наверное, самых дорогих городов. Ну, в общем-то, есть за что. По уровню гостиниц, ресторанов, такому сервисному обслуживанию, ну, Эмираты, я думаю, что одна из лучших стран. Ни в одной стране не найти такого количества новых зданий, новых отелей, новых каких-то развлекательных мест, магазинов и тому подобное. Ну, естественно, кто любит жаркий климат, пожалуйста, снега не бывает, всегда нормальная погода. У нас приезжали канадские мои работники на время, и каждый день вставали и говорили, о, нам сегодня повезло, опять солнце. Ну, потом, через месяц они уже понимали, что это так каждый день. Для Канады солнце утром – это что-то невероятное. Поэтому все радуются, когда солнце появляется. Ну, солнце дает, в общем-то, хорошее настроение, зарядку на целый день. Если, конечно, не 50 градусов на улице, если не 100 градусов влажности, не 100% влажности, да, можно жить. Ну, опять же, близость к различным странам. До Европы 5 часов, любая Африка в течение 5 часов, ну, это уже по бизнесу. Ну, а так Дубай – хороший город, море, красивые дома, красивые машины. Жить нужно нормально жить. Город живет 2-4 часа в сутки. В Канаде в 9 часов на улице не найдешь ни одного человека. Здесь жизнь кипит. Люди, которые приезжают из Америки, вот сейчас у меня приехали новые люди из Европы. Один из Лондона приехал, один приехал из Германии. Они говорят, что это что-то невероятное. Жизнь не течет, а бьет ключом. Недели пролетают за секунды, день пролетает за фрагмент. То есть уровень, не уровень, а ритм жизни совсем другой. Приезжаешь после этого, допустим, в Канаду, ну, кажется, что сонная страна. Мы называем его «слип кантри». Дубай – это постоянное общение. Человек тебе может позвонить в 11 часов ночи совершенно спокойно, сказать «Хай, Каваю». В Канаде, если это сделать, то могут понять неправильно. С 2006 года я стал жить, полностью переехал в Амираты. Ну, не считая полетов, конечно, основное время провожу в Амираты. А я живу в Дубае большую часть времени, но также в Разрехейме. Два дня в неделю езжу на завод, и вот эти два дня я ночую в Разрехейме, останавливаюсь у себя. Четыре дня в неделю, пять дней в неделю провожу в Дубае. Я вообще не люблю жару. Одно любить, когда сидишь у бассейна и загораешь – это одно. Если ты в костюме на работе, в цеху, это совсем другое. Тогда я не люблю жару. У бассейна я люблю жару. Но вообще тяжело. Тяжело, очень тяжело. Самый июль-август – это кондиционер в офисе, в цеху или там где-то еще плюс 50. Ну, желательно никуда не ездить. Вот это один из моих советов будет. Когда мягко входишь, если никуда не ездишь, ты входишь в эту температуру жаркую, и, в общем-то, у тебя тело, организм адаптируется. И терпимо переносишь. Если уехать в какую-то холодную страну на неделю, вернуться будет очень тяжело. Ну, в личном плане, да, пришлось, естественно, выбирать. У меня жена с ребенком живет, живут в Канаде. Они не хотят сюда переехать. Почему? Потому что, ну, школа, ребенку уже вот-вот в университет идти. Поэтому она зарабатывает там какие-то референсы, поинты. Вот, и, в общем-то, у меня дома все равно нет никогда. Я прихожу, я уезжаю в 5 утра из дома, прихожу в 12 ночи. То есть, семья меня бы не увидела все равно. Мне проще поехать в Канаду и побыть с ними неделю. Хотя бы они меня будут видеть 7 раз в неделю. Ну, вот это, наверное, одна из сложностей. У меня нет ностальгии ни по каким странам. Если есть работа, я могу поехать завтра работать хоть в Африку, хоть куда угодно. Разницы нет. Нет времени скучать просто. Поэтому, в общем-то, единственное, вот это был момент такой. До сих пор остается. Какие у вас планы на будущее? То есть, первое, это именно с точки зрения развития компании, строить группу, какие планы? И второе, это лично ваши планы. То есть, планируете ли вы лично оставаться? Планы развития, значит, у нас первая фаза закончилась, строительство в Розахеме. Мы сейчас переходим во вторую фазу, ну, то есть, стекольный завод, как я говорил. Одновременно с ним мы будем строить партс-дистрибьюшн-центр. Третий этап, опять же, в ЮАИ все-таки. Третья фаза это будет в ЮАИ. Я хочу привлечь инвесторов различных технологий и создать совместные предприятия и работу по лицензии. Ну, в той же самой сфере, но уже по изготовлению там подвески, различных компонентов автомобилей и так далее. Только что мы открыли в Таиланде завод, ну, надо его развивать, в общем-то. Ну, посмотрим на Южную Америку. У нас не покрытый еще этот край. То есть, мы, ну, есть там представители, но хотелось бы построить что-то, чтобы мы могли производить на месте. Ну, направление будет на развитие также оборудования дополнительного нашего автомобиля. То есть, коммуникационное, какое-то наблюдательное для наблюдения оборудования, ну, и так далее. То есть, все в той же семье. То есть, это все равно будут военные, полувоенные и коммерческие автомобили. Мы сейчас только что обсуждали бюджетные планы. 25 процентов, ну, может быть, 20 процентов, где-то так, увеличение производства на следующий год. Мы увеличиваем площади наших заводов, где у нас сейчас есть. Ну, и здесь, в общем-то, в Джабал-Али мы переделываем свой завод. Пока я не собираюсь никуда переезжать. Как я уже сказал, в Арабских Эмиратах пока самое большое производство. Второе, наверное, по величине у нас в Турции, ну, и третье в Америке. Поэтому здесь, в общем-то, у нас и хед-офис сейчас, уже мы переносим потихоньку. Вот. Корпорит офис здесь строится. Поэтому здесь пока планы Дубай. На ближайшие 5-10 лет точно. Ну, а там посмотрим, если где-то опять будет горячая точка, значит, поедем туда осваивать новые площади, осваивать новые территории. Герман, спасибо вам большое, что уделили внимание, что пригласили в гости, рассказали про личный опыт, поделились своей историей. Друзья, если у вас возникли какие-то вопросы, если вас интересует тема бронирных автомобилей, либо вы хотите предложить сотрудничество, все координаты внизу в описании к этому видео. Также есть ссылочка на официальный сайт компании Straight Group и контактные данные. То есть вы можете связаться с нами по этим координатам. С вами был Азат Надыров, специально для канала InDubai. До скорых встреч. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!